Самый быстрый паратриатлонист Европы и один из лучших в мире. Это украинец Василий Закревский. Еще школьником он лишился зрения, но не опустил руки. Выучился на массажиста и начал заниматься спортом. Сначала плаванием, затем триатлоном. Вместе со своим напарником Романом Королем он поднимался не на один пьедестал. Как тренируются чемпионы, видела Тамара Кононенко. Практически каждое утро Василий начинает с тренировки. Парень живет полноценной жизнью и давно смирился с потерей зрения. Потерял зрение в шестом классе. Первые два года было нелегко. Было много друзей, но почему-то они куда-то делись. После какого-то момента в жизни перешел в другую школу, специально для незрячих. Там я понял, что люди тоже есть и без зрения, и нормально все. Ну, грубо говоря, началась новая жизнь. Воспитать силу духа и не сдаться Василию помог спорт. В 18 лет он начал заниматься плаванием. Спорт для меня это как целеустремленность идти к какой-то цели и к чему-то стремиться. Мои рекомендации для тех, которые потеряли зрение взрослым в возрасте или вообще люди, которые дома сидят и у них психологическая депрессия или что-то подобное, то нельзя останавливаться. Надо идти только вперед, ни шагу назад. И знайте, что человеку дана жизнь один раз. С профессиональной карьерой пловца не сложилось, но Василий не опустил руки, а пошел дальше. Так в его жизни появился триатлон. Гонка из трех дистанций, вплавь на велосипеде, а затем бегом. Такое не каждому зрячему по силам. Вместе с триатлоном в жизни Васи появился гайд. Своего напарника он нашел в лице профессионального спортсмена-триатлета Романа Короля. Есть такое понятие гайд, профессия или предназначение. Если выступаешь гайдом в международном сообществе триатлона, то за себя выступать уже нельзя. То есть ты либо гайд, либо выступаешь за себя. Тут уже надо выбирать. Когда у меня возник вопрос, я думал об этом, решал запротив, каких я успехов могу достичь сам, каких успехов могу достичь, что я могу сделать в жизни, может быть, для кого-то, не только для себя, будучи гайдом, и решил попробовать. Сегодня они – команда. Вспоминают, поначалу было сложно, но регулярные тренировки помогли сработаться. За последние пять лет научились чувствовать друг друга, держать единый ритм. Василий называет Романа своим тренером и другом, а Роман рад, что ему достался такой способный ученик. Он хорошо впитывает информацию, очень трудолюбивый и старался с максимальной отдачей работать на тренировках, поэтому результат не заставил себя долго ждать. Ребята регулярно участвуют в соревнованиях международного уровня. В прошлом году взяли золото на чемпионате Европы по паратриатлону, а всего пару недель назад привезли из Роттердама вот эту медаль за второе место на чемпионате мира. У нас соревнуются в нашем классе как полностью незрячие, так и есть те, которые с нарушением зрения. То есть спортсмен плохо, но все же видит. И им легче все равно выступать на сложных дистанциях. Они могут видеть горизонт, повороты, соперников, еще что-то. То здесь чисто на тактильном уровне нашей команды выбрали, грубо говоря, это место. Первое место и третье соперники – это те, которые слабо видят. То есть тотально незрячий Вася в мире самый сильный. Но и на этом останавливаться не собираются. Дальнейшая цель Василия – пара Олимпиада. К сожалению, в этом году мы не попадаем. Попадают девочки в нашем классе. Но есть цель попасть на следующую Олимпиаду, так как триатлон – это возрастной вид спорта. И хочется в 2020 году побывать на Олимпиаде. И это будет Япония. И даст Бог, хочется, конечно, чтобы это было первое или же в призах, как минимум. Тамара Каноненко, Александр Горелов, ЮИ-ТВ.